Сегодня приготовим, пожалуй, самый популярный в России после оливье и шубы греческий салат. Сейчас как раз есть свежие сладкие помидоры, поэтому сделать его самое время. Всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем гастро-канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами готовим очень вкусный греческий салат. Удивительно, конечно, что греческим салат называется только у нас в России, а в самой Греции его называют деревенским, и рецепт очень сильно отличается в зависимости от региона. Сегодня мы попробуем сделать такой более-менее классический вариант. Нам понадобится спелые хорошие помидоры, 4-5 штук, свежие огурцы, 2-3 штуки, красный лук, одна крупная штука. Здесь лук обязательно нужно взять красный. С нашим привычным репчатым луком получится совсем не то, потому что у него слишком резкий и выраженный вкус. Сольный сыр, у меня сиртаки, примерно 200 грамм. Можно купить и фету, и фитаксу, и брынзу, смотря что вы любите, что будет в магазине. Оливковое масло для заправки, соль и перец, майоран или орегано, примерно половину чайной ложки. Оливки или маслины без косточек, одна баночка. А вот перец в греческий салат класть совсем не обязательно, хотя можно. Помидоры нарезаем на крупные дольки. Если хочется, чтобы салат получился еще ярче и красивее, можно взять разноцветные помидоры, желтые и красные. Огурцы нарезаем кольцами или полукольцами. Никогда не режьте греческий салат, пожалуйста, слишком мелко. Нарезка для греческого салата всегда максимально ленивая и крупная. Иначе у вас получится не греческий салат, а какое-то совсем другое блюдо из тех же ингредиентов. Красный лук очищаем и нарезаем крупными полукольцами. От него, кстати, даже глаза не слезятся. А вот сыр открываем и оставляем так. Или режем на достаточно крупные пластинки. Классический греческий салат его кубиками не нарезают. Не делают так, как мы с вами привыкли, поэтому оставляем его целым. С оливок сливаем рассол. Резать мы их вообще не будем. Теперь берем красивое плоское блюдо и выкладываем на него помидоры, огурцы и лук. Можно аккуратно перемешать руками или оставить так. Украшаем салат оливками, а сверху кладем сыр. Посыпаем салат майораном или орегано, что у вас есть, и поливаем оливковым маслом. Вот и все, наш салат готов. Его подаем сразу же, потому что этот салат нужно есть свежим. Посмотрите, какой прекрасный салатик у нас с вами получился. Просто красота! Теперь мы вот так вот ложкой себе в тарелку накладываем, отламываем сыр и кушаем. Слушайте, нарезка, конечно, имеет значения. Вроде бы все те же ингредиенты на салат получился намного вкуснее. Фантастика! В общем, желаю всем приятного аппетита! Приходите к нам еще, а я пошла кушать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok